Каком бы языке ни говорил, но актерское выражение, артикуляция, выражение и перед зрителем всегда, каком бы языке ни говорил, все равно понятно. Ну, в общем, там будем смешать. Азахша, Орша. Так близко звезду казахстанского кино Асанали Ашимова пограничники Южно-Казахстанской области видят впервые. И говорят они сегодня не о тактике охраны государственной границы, а о прекрасном и высоком, о ценностях молодости, о женщинах, об этике и эстетике. Ученик Шакена Айманова излагает свою философию жизни. Для Асанали Ашимова в встрече со зрителем возможность высказать то, что не удалось сыграть на сцене, в театре или показать в очередной роли в кино. Он беседует с пограничниками на равных, как с коллегами, ведь Ашимов и сам чекист, пути киношный. Мы должны знать свой народ, а народ не всегда знает своих героев. Это выражение чекистов. Их не всегда. Их труд такой. Труд. 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 Вы сами пофигу, но 17 мгновения висит. Один человек столько делает. Даже действующие генералы простые. Обидели все один человек, чтобы выиграть. Пограничники интересуются, а будут ли про них снимать фильмы. Российский диверсант. Это практически тоже такие миссии выполняют, спецзадания. И дальше у нас будут ли такие развиваться фильмы, хотелось бы услышать. Хотелось бы и почаще это увидеть. Но какие у вас планы в этом отношении? Снять это как бы самое последнее дело. Самое важное же пробить деньги. Самое важное сегодня. Потому что эти олигархи наши культуры очень-то, они мучают. Вот он, если проигрывает меценаты, олигархи, они мучают проиграть в казино 30 тысяч долларов. А олигархи, значит, они уезжают на ночь, проигрывают им, как говорится, пофигу культура. Вот трагедия. А у государства на все жанры нужно снять документальные фильмы, нужно снять научно-вокулярные, музыкальные какие-то фильмы. В общем, вы сами понимаете, что это сложный процесс. Несмотря на это, снимают. И снимают же, да. Сейчас мы в студии, или мы снимаем, сейчас 18-серийный «Незримый фронт». Документальный фильм. Документальный фильм. Документальный фильм. Документальный фильм, который по КНБ им за язык, тем не менее видит. Но вообще тема-то интересная. В мечтах Асанали Ашимова снять фильм про события на заставе Аркан-Кирген, где в 2012 году солдат-срочник убил 14 военнослужащих и егеря. «Художественный фильм 50 на 50. Есть материал, можно обогащать просто, фантазировать дальше. Материал есть, который народ знает, правильно? Аркан-Кирген. Что, чем кончилось, как это в начало. Все это наше дело. Дальше трогать эту тему». Союз кинематографистов Казахстана проведет встречи с пограничниками по всей стране. Они особые зрители охраняют рубежи родины, о которой режиссеры снимают фильмы. Виталий Мантров, Антон Семенов, Роман Примкулов, информационная служба, телекомпания «Утрар». Виталий Мантров, Антон Семенов, Роман Примкулов, Роман Примкулов, Роман Примкулов, Роман Примкулов. Роман Примкурус Семенов.